Время событий на радио 49 параллель. Самые свежие новости и комментарии. В марте польский курорт примет на лечение и реабилитацию 60 украинских военных, которые получили ранения в боях на Донбассе. Об этом сообщает польское радио. Реабилитацию воины АТО будут проходить на польском курорте Лёндек-Длугополе, который является частью региона Нижняя Селизия, известного своими лечебницами и целебными методиками. Часть бойцов уже прибыла в Нижнеселизское воеводство. Сейчас ищут волонтеров, которые помогут украинским бойцам общаться с персоналом курорта. Курсы реабилитации для военнослужащих будут длиться по две недели. Местные поляки утверждают, что история санаторно-курортного лечения в их регионе началась еще в глубокой древности, когда сюда приезжали лечить раны рыцари Средневековья. Севердонецк присоединился к акции «Каравай мира», пишет издание 06452. Мероприятие состоялось в городе Покровск. Здесь собрались представители хладокомбинатов Луганчины, в том числе Севердонецкий комбинат. Вместе пекари приготовили оригинальные каравайи. Победителей среди участников акции определили воспитанники Покровского центра помощи детям «Отчий дом». Всю выпечку организаторы и участники передали бойцам на линии фронта и детскому отделению Центральной районной больницы Покровска. В Севердонецке построят два девятиэтажных и пять четырехэтажных домов, пишет сайт 06452. Жилье будет предназначаться для переселенцев. Так, согласно целевой программе Севердонецкой мэрии, строительство многоквартирных жилых домов для внутренне перемещенных лиц в 80-м и 84-м микрорайонах Севердонецка и формировании фонда жилья для современного проживания внутренне перемещенных лиц в Севердонецке на 2017-2018 годы появится возможность расселить более чем 58 тысяч переселенцев. До конца 2017-го чиновники планируют решить земельные вопросы и найти участки под строительство, подготовить сметы, а также начать возводить первый дом. Отметим, что 10% жилья в каждой из новостроек выделят коренным горожанам. Остальное жилье отдадут переселенцам для временного проживания. Это были все новости на данную минуту, а мы продолжаем следить за событиями региона. Встретимся ровно в 17.00 на радио 49-я параллель.